МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня рабочая неделя, мои поздравления отправляются к вам. Ну а те, кто в субботу и воскресенье не перестанет трудиться, знайте, вы большие молодцы, на вас все держится буквально. Сейчас коротко и емко о том, что вас ждет сегодня в выпуске. И в первую очередь поговорим о сахарной зависимости, почему она возникает, какова норма сладкого в день без вреда для здоровья, также как же от нее избавиться. Ответы на эти и другие вопросы ответит врач-эндокринолог. И помимо этого узнаем, как обезопасить свой дачный участок. От грызунов дай, снег выпал. А все равно, друзья, какие меры предосторожности нужно проделать перед зимовкой, чтобы не оказалось, что вы весной приедете, а у вас там поселилось целое мышиное семейство. Ну и, конечно же, к пятнице это анонс мероприятий на выходные. Расскажу о самых значимых. Но для начала, друзья, у меня, конечно же, заготовлен сюрприз. Я хочу вам сказать пару слов о розыгрыше. Мы программа, точнее программа «Утро очень щедрая», постоянно что-то дарим нашим телезрителям. В очередной раз мы будем рады подарить вам билеты на две персоны на профессиональный турнир по смешанным единоборствам «Тьюмин Про ММА». Эй! Розыгрыш билетов начнется уже в понедельник. Мои коллеги вам расскажут все правила и условия. Поэтому после выходных в понедельник просыпаетесь и сразу включаете телеканал «Тьюминское время», смотрите внимательно программу «Утро» и выигрываете вот эти прекрасные билетики. А далее идете счастливые на турнир, в котором будет сражаться самый сильный, мужественный, безумно красивый представитель мужского пола. В общем, не пропустите до понедельника. Ну, а что касается сегодняшнего выпуска, о, ребята, ребята, много чего интересного ждет. И начнем, конечно же, с прогноза погоды, потому что это самая важная информация утром. Настоящая зимняя сказка продолжится в пятницу. Целый день синоптики обещают осадки в виде мокрого снега, правда, не такого обильного, как в среду и четверг. Что касается температуры воздуха, утром у нас минус 7 градусов, ветер западный 4 метра в секунду. Днем немного потеплеет, минус 2 градуса, и будет дуть также западный ветер, только уже 5 метров в секунду. Вечером ветер сменит направление на юго-западный 3 метра в секунду, а также будет минус 2 градуса. А вот в ночное время немного похолодает, минус 4, пожалуйста. Просьба от меня большая, одевайтесь потеплее, обувайте не скользкую обувь, потому что гололед страшнейший на улице. Ну, а мои дорогие водители, за выходные обязательно переобуйтесь. Очень много аварий в городе, давайте все-таки беречь друг друга. Более 300 единиц техники задействованы в эти дни в уборке снега с тюменских улиц. Это и погрузчики, и самосвалы, и комбинированные дорожные машины. В городской администрации отмечают, что подрядные организации работают в круглосуточном режиме, службы очищают дороги от снега и обрабатывают проезжую часть и тротуары противогололедными материалами. Ну, самое время поговорить у нас о вкусненьком. Все-таки у нас утро, пятница тем более, хочется себе чем-то баловать. Для людей, худеющих, завтрак – это единственное время, когда мы можем себе позволить сладости без вреда для фигуры. Мол, за 10 лишних утренних калорий сгорят. С одной стороны это видно, но с другой стороны вы чувствуете, что сладости эти вкусные, они управляют нами в буквальном смысле этого слова. Отказаться от вкусняшек порой очень сложно. Буквально приходится договариваться с мозгом, что этот кусок десерта мы сейчас не едим. По крайней мере, так у меня. Друзья, ну что я говорю, все мои знакомые не могут жить без сладости, и это очень сильно настораживает. Мы зависимы от химического сахара. Как перестать его употреблять, есть ли норма сладкого в день, поделится с заведующей эндокринологическим отделением ОКБН номер 1 Лариса Николаевна Бельчикова. Меня зовут Лариса Николаевна Бельчикова. Я заведую эндокринологическим отделением областной клинической больницы номер 1. Сахарная зависимость Сахарная зависимость, мы обычно не называем ее зависимостью, это тяга. И к сладкому наркотическая, алкогольная зависимость – это болезнь. А вот тяга к сладкому, к разделу болезни, не относится. Поэтому сравнивать эти понятия, наверное, не имеет смысла, и это не одно и то же. Тяга от сладкого, ну, наверное, человек, если есть выбор пищи, то он предпочитает именно больше есть сладкого. И после приема именно сладкого есть чувство удовольствия, то есть вырабатывается большое количество эндорфинов от приема именно сладкой пищи, чем от другой, от белковой и, допустим, жировой. Поэтому эта категория людей, потому что я не могу назвать их больными людьми, предпочитает в своей пищевой привычке именно сладкие продукты. То есть сахар есть в любой другой, в других продуктах – в мясе, в молоке, в хлебе, во фруктах. А вот тот рафинированный сахар – это мы на заре человечества придумали себе сами. Сами и, по большому счету, без употребления рафинированного сахара можно жить спокойно. Вреда это здоровье не нанесет. Поэтому вот такого понятия, сколько можно за сутки съесть, не существует. Потому что без этого можно не просто обойтись, это нормальное питание, то есть это физиология, то есть это то, без чего абсолютно спокойно можно исключить этот продукт, и будет достаточно хорошо, и, в принципе, будет здоровьем. Глюкоза, который или рафинированный сахар, который мы употребляем в пищу, это быстрые углеводы. Их надо, ну, определенное количество, я имею в виду, для организма, для восстановления жизнедеятельности. Лишние углеводы, если они не нужны, колораж лишний, у нас есть такой тоже природой и придуманный механизм запасать избыточные углеводы, я имею в виду, которые не нужны нам для жизнедеятельности, в виде жира. Поэтому многое употребление сахара может привести к избытку массы тела, а уже масса тела – это всегда риск чего? Гипертонии, диабета, ИБС и так далее. Человек – существо волевое, поэтому, наверное, надо начинать с того, чтобы понимать, что это не то, что вредно, а оценивать, что это лишнее, и необходимости в этом нет, и формировать привычки определенные. Наверное, такого равенства, что сахар – это вред, наверное, не стоит говорить. И, может быть, начинать первоначально с того, чтобы поставить себе определенную какую-то норму за сутки. Во-первых, какие продукты будут содержать сахар? И я думаю, что первое, что можно исключить – это кофе, чай без сахара, абсолютно спокойно. А потом рассмотреть вопрос, какое количество, ну, может быть, в день, может быть, не каждый день, потому что человек и в гости ходит, и день рождения празднует, еще какие-то, ну, бывают праздники, которые предполагают определенный стол, и там, ну, исключить полностью сахар, наверное, не получится. Просто поставить себе какую-то тенденцию, вырабатывать ее привычки, и потом от этого отказаться совсем. И в продолжении темы сахара. Я тут недавно узнала, что, оказывается, белый сахар у нас – отличная подкормка для комнатных растений. Берете одну столовую ложку сахара, пол-литра воды, все это размешиваете, и раз в месяц все поливаете. Говорят, цветы будут прям цвести и пахнуть. А также сахар нам поможет, если вы поставили жирное пятно. Для начала застирывайте место с мылом под проточной водой до образования пены, ну, а после насыпаем на поверхность, конечно же, наш любимый сахар, оставляем вещь в покое минут на 10-15, хорошо промываем, и вуаля, говорят, опять у меня остается ни следа. Вот куда, друзья, можно использовать этот белый вкусненький сладкий сахар, от которого, как мы пояснили, одни сплошные неприятности. Если и едим сладости, то полезный и при этом не менее вкусный рецепт райского наслаждения узнала моя коллега Лилия Тагиева. От чего не откажется ни один ребенок? Ну, конечно же, от вкусной, сладенькой конфетки. Но увлекаться сладостями не стоит, потому что все-таки там много сахара. Поэтому сегодня мы приехали в специальную кондитерскую, где делают все без муки, без сахара. Евелина, здравствуйте. Добрый день. Получается, вы волшебница. Вы радуете людей, но при этом полезными десертами. Да, все верно. Потрясающе, гениально. Сегодня что мы будем делать, расскажите. Сегодня мы с вами будем готовить нашу популярную конфету. Называется Рафаэл, она идет на основе белого шоколада без сахара. Внутри у нас миндаль, кокосовая стружка и сливки 33% найдут в основе. Прекрасно. То есть всего 4 ингредиента, и я думаю, что все это достаточно быстро у нас. Да, конечно. Ну, тогда поехали. Причатки уже нужны? Да. Надеваем. Что будем делать? Какое у нас первое действие? Сначала мы с вами берем сотейник, добавляем туда уже подготовленные сливки и белый шоколад. Нам нужно будет это растопить до однородности и пробить блендером. Мы добавляем наши сливки. Шоколад. И ставим на футбол. Вилли, ну скажите, пока вот мы ждем, пока топится шоколад, насколько сложно придумывать десерты сладкие, но без сахара? Я бы не сказала, что это сложно, когда ты знаешь, какие ингредиенты должны использоваться и знаешь эту систему, эту технологию, то, в принципе, со временем это дается даже очень легко. Ты в процессе работы можешь уже что-то, а почему бы мне не попробовать сделать вот так, и начинаешь это разрабатывать. Это очень интересно. Ваш любимый десерт без сахара? Мне нравится шоколадно-кофейный торт у нас. Получается, в следующий раз будем его готовить? Да. Неплохо. Смотрите, наша масса уже более однородная, можно даже еще у нас температуру понизить. Сейчас нашу массу можно снимать. И пробивать блендером. Наша масса стала однородной. Можно посмотреть, что никаких шоколадных комочков у нас не осталось. Так, ну она такая достаточно жидкая. Как из этого получатся конфеты у нас? Секрет в кокосовой стружке. Сейчас мы будем добавлять ее с вами до загущения. Для этого возьмем отдельную тару, перельем сюда наш ганаш. Масса сливочная с шоколадом называется ганаш. Запомнили. Сливочная масса с шоколадом называется ганаш. Далее мы с вами добавляем нашу кокосовую стружку до загущения. Кстати, с ребенком, например, мне кажется, очень классно будет потом лепить эти конфетки. Совместно всей семьей это примерно то же самое, что делать в пельмени. Вот можно завести традицию лепить конфетки полезные. Ну, мне кажется, это уже очень вкусно. Можем попробовать. Да? Правда? Пробовать я люблю. Сейчас мы с вами попробуем скатать нашу конфетку. В случае чего мы просто добавим еще кокосовой стружки. Мы берем на ладошку. Вот так вот с вами учиться. Немножко ее сплющили сверху. И берем миндаль. Кладем его посерединке, по центру. И начинаем это все собирать в один круг. Ну вот, что-то такое получается. Да, все правильно. Красота. И катаем, пока не закончится тесто. Да, все верно. Давайте. Дальше они у нас пойдут в заморозку. Чуть-чуть подостынут. В холодильник? Да. На сколько? Два-три часа. Ну ладно, давайте покатаем пока. Мы такие довольные и счастливые улыбаемся, потому что что в долгожданный момент истины настал. Можно пробовать наконец-то конфетки. Уже не терпится побыть. Я думаю, что надо. Неплохо. Ну как паста. Вот эта вот оболочка очень вкусная. Кстати, если любят другие орехи, можно и другие добавлять. Ну конечно. Хорошо подарят грецкий орех, например. Но я люблю миндаль, поэтому красота. Просто невозможно смотреть такие материалы. И я уже хочу домой прийти и приготовить. Друзья, наступление холодов, это у нас знаете что? Нет, друзья, это не повод переобуваться, друзья. Это повод обратить внимание на свои дачи. Это сигнал холода для вредителей. Если жуки, пауки и личинки прячутся в землю, то крысы, мыши перебираются на жительство дома. Поселяются грузуны в любых местах, где есть хотя бы минимальная защита от ветра. И пустующая дача, это же настоящий рай для вредителей. Тут ими тепло. И есть, что попробовать на зубок. И вообще там очень комфортно. Встреча с выводком не сулит, конечно же, никакого удовольствия. Да и зачем нам эти непрошенные гости? Как защитить свой дачный участок перед длинной зимой, расскажет заведующая отделом профилактики Центра гигиены и эпидемиологии в Семенской области Юлия Баженова. Вот и осень на дворе, опустили дачные участки, урожай убран, земля будет отдыхать до следующего дачного сезона. А у дачников проблема, как защитить участки погреба от грызунов, которые представляют большую опасность для здоровья человека, являясь переносчиками инфекции. В качестве мер профилактики рекомендуем очистить участок от опавшей листвы, ботвы, падалицеплодов, сорняков, так как это может служить источником пропитания для грызунов. Подготовить погреб для хранения нового урожая, провести генеральную уборку, перекрыть все входы и создать неблагоприятные условия для жизни грызунов, а именно обить металлическими листами двери, застеклить окна, закрыть выходные отверстия для труб, закрыть вентиляционные отверстия мелкой ячейистой сеткой. Итак, о методах борьбы с грызунами. Их можно условно отнести к трем категориям. Механический, биологический и химический метод. Механический метод орудием лова являются ловушки, специальные клеи, биологический метод, естественными врагами грызунов являются кошки, и химический метод использования ядов-родинсицидов. Применение готовых приманок отравлено. Данные меры профилактики позволят вам обезопасить себя, дачные участки, погребы, одношествия непрошенных гостей. Ведь нет ничего ценнее здоровья человека. Сейчас по плану небольшой перерыв, ну а далее рассмотрим инициативу депутата Госдумы Василия Власова, который предложил увеличить школьные примены до 30 минут. Все за и против. Выслушаем буквально через пару минут. Не переключайтесь. Я рада вновь приветствовать всех зрителей телеканала «Тюменское время» и программы «Утро» с Татьяной Фридрих на календаре. В пятницу, 27 октября, день у нас очень богат на события. Сегодня и день осенних миражей, и международный день шампанского, и день черной кошки, а также международный день плюшевого мишки. Любимая игрушка, как и у детей, так и у взрослого поколения. И я думаю, не ошибусь, если скажу, что у многих из нас в детстве была игрушка плюшевый медвежонок. И неважно, какого размера и цвета был медвежонок, он долгие годы оставался любимцем своего хозяина. Мишка также, вспомните, самый главный мишка же. У нас символ Олимпиады 80-х. Все помнят его слезки на закрытии игр. Меня тогда еще не было, но я смотрела архивные материалы. В общем, мишки – это некий символ детства и для кого-то юности. Какие медведи были в жизни у тюменцев, выяснил мой коллега Рома Мерсояпов со своим четвероногим плюшевым кацалапым. Привет, Тюмень! На связи Рома Мерсояпов. И сегодня день плюшевого медведя, между прочим, международный. Погнали узнаем у тюменцев, были ли у них когда-нибудь такие плюшевые мишки. Нет, мы же в Советском Союзе жили, плюшевых мишек не было. У нас был огород, покос, значит, дрова в деляну ездили, за огородом смотрели. Никаких медведей плюшевых? Не было. На скакалках скакали, играли в эти, как их Тамара называет, палкой, в лапту играли. Вот у меня не было. Я ж уже долго прожила. У вас были какие-то альтернативные, может быть, игрушки? Ну, куклы, и то две. Мишек много сейчас дома есть, у дочери. У меня ежик был плюшевый, не мишка, к сожалению. Любимая игрушка была. А медведь у нас чуть-чуть побольше по размеру, дочь прекрасно с ним спит, играет в бокс, в борьбу. Успевает даже подраться, потренироваться слегка. Круто, чудесно. А у ваших, например, друзей в детстве были такие мишки? Да, у соседа с третьего этажа был медведь, тоже огромный, бурый мишка. Вы даже знаете этаж соседа. Так вот там всего три этажа в доме было у нас. Лично у меня не было. А у друзей ваш? Тоже не было. А как-то их вообще для чего использовались, эти плюшевые мишки? Девочку надарили. Только для того, чтобы подарить девчонке? Закадрить ее и все. Ну, не закадрить, просто подарить. Схема рабочая? Да, конечно. У тебя есть плюшевый мишка, да? Да. Как его зовут? Миша. Красиво, креативно. А он тебе для чего? Чтоб спать с ним. А для чего они вам? Просто потому, что они няшные. Просто потискать, пообнимать? Да, да, да. Мягкие, классные. Может быть была какая-то игрушка в детстве, которая вот весь путь с вами прошла? Ну, я всегда мечтала о большой, такой большом-большом медведе. И мне как-то подружка подарила в студенческие годы. Где он сейчас? Ну, сейчас у мамы. А у меня уже своя семья, свои плюшевые детишки. Я вам предлагаю, чтобы вспомнить эти воспоминания о медведе, сейчас вот обняться с нашим. Вы вспомните эту ностальгию. Спасибо. Ну, посмотрите, какие чувства. Просто любовь и нежность. Настоящее детское раздолье ждет всех школьников страны на следующей неделе с 30 октября по 5 ноября. А осенние каникулы дети радуются, а родители призадумались, а с кем оставить ребенка, а чем занять его. И, кстати, о досуге. Перед тем, как пойти в первый класс, наш классный руководитель задачил нас, родителей, чем занять первоклассник на переменах. Так как перерыв между уроками достаточно длинный, 20 минут, вспоминая свое детство, перемены были 10 минут. Но депутат Госдумы Василий Власов уверен, что время учеников на обед нужно увеличить до 30 минут. Инициативу пока не вносили на рассмотрение. Но свое обращение депутат направил на имя министра просвещения. Тем временем мнения учителей, школьников и их родителей разделились. Все выслушала моя коллега Дарина Иранцева. У нас сегодня масло сливочное, наггинцы, овощной рагу у нас. Вот такими завтраками кормят детей в школах. Впрочем, с аппетитом работают не только повара, но и депутаты Госдумы. Василий Власов утверждает, что ученикам не хватает времени на прием пищи. Он уже обратился к министру просвещения. Прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в нормативно-правовые акты в части установления минимально допустимого перерыва на обед школьников не менее 30 минут. Депутата поддержал Тюменский комбинат школьного питания. Оказывается, к ним уже поступали жалобы от родителей. Они заявляют, пообедать дети просто не успевают. На предприятии уверены, пришло время больших перемен. Мы поддерживаем инициативу. Я не скажу, что каждый день звонят родители, но скажу, что довольно часто. И это одно из самых популярных обращений. И вообще, для того, чтобы ребенок был здоров, мало, чтобы питание было правильно. Надо еще, чтобы он поел, чтобы скорость принятия этой пищи была тоже правильная. Педагогам такая идея пришлась не по вкусу. Например, в 16-й гимназии более 3000 учеников. Поэтому здесь после каждого урока в столовой обедают классы. И если увеличить все перемены, то дети будут проводить в школе больше 7 часов. Я категорически против этого слова. Категорически здесь ключевое является. Наши дети заканчивают первую смену в 2 часа ровно. Если говорить про вторую смену и их дальше увеличивать, то, соответственно, уроки будут заканчиваться гораздо дольше. Если мы увеличим наши перемены, даже имеющиеся, каждую по 5-30 минут, то в этом случае длительность рабочего времени возрастает кратно. Сейчас на обед в этой гимназии отводится от 15 до 20 минут. Впрочем, время на прием пищи уже давно рассчитали в Роспотребнадзоре. Действующими нормативно-правовыми документами продолжительность перемены для приема пищи составляет не менее 20 минут. Инициативу об увеличении перемены еще не вносили на рассмотрение. Кстати, вот так выглядит столовая гимназии во время звонка на урок. Некоторые хоть и задерживаются на урок, но они приходят со звонком в класс. Нам хватает, в принципе, времени покушать. Да, перемены вполне хватает, чтобы идти еще на физкультуру переодеться. Полчаса будет очень много. И мне кажется, что для детей это скажется немножко плохо, потому что в школе они будут задерживаться дольше. В Тюменской области сегодня завершается первый уральский фестиваль театров для детей «Сказочный мир». Напомню, что его открытие состоялось 24 октября в Тобольском драматическом театре имени Ершова. Там своего щелкунщика представили актеры Тюменского театра «Кукол». Всего же свои лучшие спектакли для юных зрителей и их родителей на фестиваль привезли семь творческих коллективов Уральского федерального округа. Инициатором проекта выступило Тюменское региональное отделение Союза женщин России. Сказочный мир, мне кажется, так хорошо ложится на абсолютно сказочную историю создания Сибири, творчества, культуры, этнической, вообще такой большой культурологической истории. И мне кажется, что те театры, которые сегодня участвуют, семь театров, которые участвуют у нас в фестивале, все интересные. Прежде всего, эти спектакли адресованы тем, кто не имеет возможности на постоянной основе знакомиться с творчеством театра «Кукол». Это жители отдаленных каких-то поселений, муниципалитетов Тюменской области, не только Тюмень, не только Тобольск, не только Ишим, еще и поселки и небольшие поселения. О том, как обовлечь ребенка в мир искусства, говорили на семинарии театра и школы педагоги и руководители самодеятельных коллективов. Мы пытаемся поделиться теми методиками театральной педагогики, которые за много-много лет наработаны вместе с людьми из самих регионов. Например, сегодня здесь, вместе с нами, на этом семинаре по театральной педагогике работают представители центра «Рядом». Образовательная и творческая программа фестиваля продолжится и сегодня в Тюмени. Так, в 12.00 в Центре культуры и искусства «Современник» состоится спектакль «Васелиться прекрасно» от Екатеринбургского театра «Кукол». Вход свободы. Так что, welcome, друзья! Все-таки у нас какой день? Пятница, великий день, чтобы запланировать что-то потрясающее. Куда пойти, что увидеть? Ну, сейчас я вам все, друзья, расскажу. Так, в эту субботу, в воскресенье, в Тюменской областной научной библиотеке имени Менделеева пройдет семейный форум «Вместе». Более 20 специалистов – психологи, арт-терапевты, неврологи, нейропсихологи, профориентологи и финансовые эксперты проведут диагностику и дадут рекомендации по развитию детей и родителей. Так, гостей ждут различные практики, конечно же, подвижные игры, театральная мастерская, конкурсы, подарки. Форум будет проходить у нас два дня с 12 до 17 часов. Для участия необходимо зарегистрироваться. Что же касается сегодняшнего дня, то в 18.00 в Тюменской центральной городской библиотеке, что по адресу улица Луначарского, дом 51, в книжном клубе «Читаем, обсуждаем» будут рассмотрены известные произведения Михаила Юрьевича Лермонтова. Очень, друзья, светское и полезное событие. Вход бесплатный, поэтому обязательно приходите. Ну а сейчас я признаюсь вам всем в любви, всех целую и желаю классной пятницы. Впереди еще много увлекательного и полезного. Оставайтесь на каком телеканале? Ну и, конечно же, Тюменское время. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok